На первый взгляд это похоже на зоопарк, только уж очень необычный. Собаки, петухи и козы соседствуют с мультяшным Микки Маусом. Маски для новогодних представлений вместе с прочими нарядами ждут своего звездного часа. В костюмерной городского дворца культуры хранится более тысячи костюмов для разных мероприятий. В канун праздника, конечно, самыми востребованными становятся новогодние костюмы, причем сейчас их здесь осталось совсем мало. Большая часть морозов и снегурок уже нарядились к празднику. Спрос на символы года много скромнее. В главной роли зверь выступает только раз в 12 лет. Год сменяет год, уходит год быка. К сожалению, мы вынуждены с ним расстаться. Этот год тигра, но в данный момент мы вам не можем пока продемонстрировать маску тигра. Вы сами с ним поговорите, вы сами ему вопросы задайте, может быть, ответят. Тигр пока не готов, поэтому не разговорчив. Супруги Надежда и Дмитрий Данейкина мастерят новогодние маски полтора десятилетия к ряду. Главное, уверяют, суметь передать характер каждого персонажа. Здесь, как и у человека, глаза – зеркало души. Пока что, сделаны глаза и все. А тигры все равно не кошки, они есть кошки. Там все равно как бы, ну не может на 100% пидобр, все равно что-то в глазах должно присутствовать. Хищно-зеленое. Пробовали делать из дерева и линолеума – все не то. На помощь пришла обычная кефирная бутылка. Теперь глаза тигра блестят не хуже, чем у его прототипа домашнего любимца Кузьмы. Кстати, проследить за изготовлением новогоднего символа к Данейкинам заходил лично Дед Мороз. Остался доволен. С Новым годом! С новым счастьем! Всего хорошего! До свидания!